11 июля исполнился 81 год с момента, со дня так называемого Кравового Воскресенья, которое стало кульминацией трагических событий, известных в истории как Волынская резня. В тот день, в 1943 году, отряды головорезов ООН-УПА, это Организация Украинских Националистов, Украинская Повстаническая Армия, атаковали порядка 100 польских сел. Они жестоко убили около 8 тысяч мирных жителей, преимущественно женщин, детей, стариков. Согласно рассекреченным Федеральной службой безопасности России два года назад архивным данным, заперет с 1943 по 1945 года украинские пособники фашистов уничтожили несколько десятков тысяч поляков, евреев, русских, кстати говоря, украинцев, ну и, конечно, белорусов. Представителей других национальностей они тоже уничтожали. Не уничтожали всех, кто проживал на территории Волыни, Полесия, Галичины, других районов западных областей Украины, Белоруссии, Восточной Польши. В Польше называют волынскую резню геноцидом, но при этом в русофобском угаре помогают неонацистскому киевскому режиму, который открыто прославляет Бандеру и других гитлеровских приспешников. В чем же логика-то? Или логика одна? Все, что против России, то с точки зрения Запада хорошо? Налицо пресловутые двойные стандарты и абсолютно циничный расчет. Подтверждением тому служит уже упомянутое Польско-Украинское соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности от 8 июля текущего года. В его пятом разделе предусматривается необходимость примирения по спорным вопросам, которые являются следствием сложной истории обоих государств. Речь, среди прочего, идет о разработке совместных инструментов для исторических исследований, а также инструкции по учебным программам для школьных учебников по истории отношений двух государств и народов, в частности, на основании украинско-польского братства в войне 1920 года с большевистской Россией. Конец цитаты. То есть, как бы, получается, на территории Украины тогда большевиков, коммунистов, коммунистической партии и не было. И не было представителей от территории Украины в центральных органах, большевистских, так сказать, политических сил и коммунистических рядов. Не было ничего. Ну, с другой стороны, чего только они за последнее время с точки зрения истории не написали, едва ли можно представить, что в Польше готовы закрыть глаза на Волынскую трагедию, а в Киеве согласятся с Варшавой и признают зверство бандерцев геноцидом поляков. Дело в том, что и Россия с Польшей в свое время организовала схожую комиссию. Разница, знаете, в чем? Разница в том, что с нашей точки зрения примирение сторон, стран, наций, государств, народов не означает переписывание истории. С нашей точки зрения это означает знание истории. Знание истории во имя неповторения ошибок. То, что мы видим сейчас на примере работы Польско-Украинской исторической комиссии, говорит об обратном. О том, что во главу угла поставлено именно переписывание истории. Ее просто искажение, а это приведет, как я уже сказала, опять же, повторению кровавых ошибок.